На новосибирской таможне ловят крокодилов. Чучело этих краснокнижных животных нельзя ввозить в Россию из экзотических стран. Сегодня в зоне контроля аэропорта Толмачёва отрабатывали действия при обнаружении запрещенных провозу предметов и веществ. За тренировкой таможенников наблюдали мои коллеги. Лабрадор Гранд Персона Жескар ДСТ или просто Гриня. Ему 6 лет и вот уже 4 года он встречает рейсы на таможенном посту Международного аэропорта Толмачёва. Гриня, служу России. Служебные собаки на таможне – часть системы контроля, способные по запаху обнаружить наркотики, табак и даже деньги. Собака учится сначала о портировке, а после этого уже к запаху апорта, к запаху хозяина подмешивается искомый запах, то, чему мы хотим ее научить. Тот миф, что люди говорят, мы кормим собак наркотиками, он остается только мифом. По сравнению с прошлым годом, количество нарушений за два месяца 2020-го увеличилось на 20%. Кроме чучел вымирающих животных, на посту изымают холодное оружие, биодобавки, саженцы растений и кораллы. Таможенники уверены, большинство правонарушений связаны с незнанием законов. Граждане, собирая какие-то морские камни, так называемые, на берегу, где-то море, за рубежом, не подозревают, что это будет идентифицировано как кораллы, которые под угрозой исчезновения. Поэтому после экспертизы привлекаем этих граждан к административной ответственности. Поэтому приобретать экзотические сувениры лучше в магазинах, чтобы подтвердить происхождение вещей сертификатами или, как минимум, чеками на покупку. И избежать неприятной процедуры в зоне контроля. Крайне эмоционально реагируют пассажиры. Ну, в принципе, на этом этапе достаточно правильно объяснить человеку, в чем суть правонарушений, соблюсти законодательство существующее, объяснить человеку и пройти дальнейшее таможенное управление. Незнание не освобождает от ответственности. Нарушителям грозит штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей и конфискация товара. Поэтому перед поездкой не лишним будет ознакомиться с действующими ограничениями на сайте Федеральной таможенной службы. Станислав Блинов, Борис Гладких, Новости ОТС.